Доброе утро! В эфире вновь новости. В студии Игорь Матаев. Переходник выпуску. Объем производства сельхозпродукции растет в Алтайском крае, а именно в фермерских хозяйствах и сельхозорганизациях. Подробности далее. Объем производства продукции в сельхозорганизациях вырос с начала года почти на 2%. Больше всего заметен рост производства мяса, он составил 6,5%. Также увеличилось производство куриных яиц и молока. Что касается крестьянско-фермерских хозяйств, там производство скота и птицы на убой увеличилось почти на 12%. На втором месте также куриные яйца и молоко. Отметим, в целом общий объем производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств с начала года составил больше 40 миллиардов рублей. Приемка школ закончилась в Алтайском крае. Более 2000 учреждений готовы открыть свои двери. Какой объем работ проделали за это лето, расскажет Вадим Слюсарев. День знаний не за горами, а значит школы должны быть готовыми встретить учеников. С начала августа специальная комиссия проверяет более 2000 образовательных учреждений региона. В Краевой столице в рамках программы развития образования Барнаула отремонтировали 150 школ. Подготовку школ было затрачено свыше 90 миллионов. Мы капитально отремонтировали 5 спортивных залов. У нас завершаются сегодня работы по обустройству спортивного блока на 106-й школе, благоустройство в ряде учреждений образования, как дошкольных, так и школ. Всего на подготовку школ по всему краю выделено более 2 миллиардов рублей. Как правило, средства идут на ремонт кабинетов или покупку нового оборудования, которое поможет улучшить образовательный процесс. Есть такое же предложение у нас по дошкольным учреждениям. Объявить конкурс в виде голосования. Может быть его приурочить к какой-то дате, может быть к 9 сентября. Потому что люди все равно все пойдут на пункты голосования и там сделать голосование по детским садам. Один из важнейших пунктов проверок – безопасность учащихся. Здесь нет мелочей. Пешеходные переходы должны быть размечены, пожарные сигнализации исправные. Проверяют и подготовку специальных служб. От скорости их реагирования зависят жизни школьников. Вот и сегодня прошла проверка вне ведомственной охраны. Сотрудники Росгвардии приехали на место в 122-й лицей через 3 минуты после нажатия тревожной кнопки. Достаточно оперативно сотрудники прибыли. И если здесь действительно была какая-то нештатная ситуация, а не учебная задача, как сейчас, то есть два вооруженных сотрудника смогли бы с этой ситуацией справиться. А школьники села Листвянка Топчихинского района и вовсе боялись остаться без знаний. В июле здание школы сгорело. Из-за отдаленности Листвянки детей невозможно возить в другие села. Министерство образования региона приняло решение оборудовать здание сельсовета. В настоящее время в муниципалитете объявлен режим чрезвычайной ситуации, заключен контракт с подрядной организацией и ведутся работы по проведению капитального ремонта административного здания для размещения там филиала школы, поскольку Листвянская школа являлась филиалом Чаузовской школы Топчихинского района. Дети, проживающие в селе Листвянка, к первому сентября пойдут в капитально отремонтированное здание. 1 сентября в Алтайском крае за парты сядут более 266 тысяч детей. Это на 6 тысяч учеников больше, чем в прошлом году. И нет сомнений в том, что получать знания они будут в комфортных условиях. Вадим Слюсарев, Анна Муратова, Александр Морозов. Новости. И в продолжении темы. 175 миллионов рублей получили многодетные семьи края на подготовку детей к новому учебному году. Напомним, многодетным предоставляют единовременную денежную выплату 7,5 тысяч рублей на каждого первоклассника и ежегодную выплату 5 тысяч рублей на учащихся 2-11 классов. Право на выплаты имеет семья, воспитывающая троих и более детей младше 18 лет. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление в местное управление социальной защиты, либо в многофункциональном центре и его отделениях. Обязательные условия – семья должна проживать на территории Алтайского края по состоянию на 1 сентября. На этом у меня все. Хорошего дня.